Военного блогера Андрея Куршина задержали на Ленинградском вокзале по уголовному делу о распространении фейкова российской армии. В своём телеграм-канале, который насчитывает 86 тысяч подписчиков, он регулярно публиковал информацию о преступлениях российской армии в Украине. Один из постов с критикой действий Кремля выложил в день бунта ЧВК Вагнер. «Полтора года мы ведём войну, убиваем, несём потери. При том, что все участники СВО понимают, что как заявленные цели, так и ход её проведения, транслируемый по телеку и в Z-каналах, насквозь лживые, а бесконечно лгать, как известно, нельзя. И вот вчера этот пузырь лжи лопнул». Андрей Куршин, блогер в Телеграм. Как сообщают российские издания, Андрей Куршин работал инженером в научно-производственном объединении, которое выпускает программное обеспечение военной ориентации и имеет вторую форму допуска к гостайне. Но полтора года силовики на его публикации внимания не обращали. Теперь Куршину за фейки, а российская армия грозит до 10 лет лишения свободы. Сторона обвинения просила отправить блогера в СИЗО. Но суд меры пресечения избрал домашний арест до 28 октября. «Честно говоря, я немножко зачинован, потому что не запрет определенных действий. Мне дома сидеть будет скучно, так что прийти в гости, чайку налью». «А чем будете заниматься дома?» «Не знаю, компьютер у меня изъяли. Наверное, буду по старинке чертить на бумаге, как, не знаю, эти вот конструктора 30-х годов, наверное, так». По слухам, Куршин только первый в списке зэдблогеров на заклане. Минобороны требуют утихомирить распоясавшихся крикунов, арестовать нескольких, чтобы остальные испугались и стали писать под копирку. Слишком много мнений развели из публикации в Твиттер. Возможное задержание ещё нескольких человек, критикующих российское военное руководство за действия в Херсонской области, активно обсуждают в соцсетях. «Здравствуй, 1937 год. То есть всех, кого можно убрать, убирают. Кого-то садят, кого-то устраняют навсегда. На фронте творится бардак и беспредел, а тех, кто говорит правду, пытаются устранить любыми доступными средствами. Вместо того, чтобы исправить эти ситуации, устраняют тех, кто доносит правду». Егор Гузенко, российский военный, в Телеграм. К отком репрессий Кремль теперь проходится не только по тем, кто открыто с первых дней не поддерживал войну России против Украины. Он догоняет и тех, кто в своих высказываниях был лоялен к властям. Так Путин зачищает информационное пространство, говорят эксперты. «Идут фактически уже зачищения иного мнения и на другом фланге. Ультраправом, ультрапатриотическом, и вот убийство Пригожина, арест Гиркина, это все преследование некоторых зет-военкоров, это тоже из той же ветви, из той же позиции и политики. И фактически есть только одна точка зрения, и других, альтернативных быть не может». Поэтому репрессии на всех уровнях будут только ужесточаться, считают аналитики. И коснутся они не только антивоенных активистов, но и зет-патриотов, которые позволят себе критику в адрес правящего режима. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов для телеканала «Фридом».